приветствую друзья! прошел месяц со времени моего выхода с каскадного отказа от еды от воды так случилось что сразу видео заснять не удалось поскольку было много групп, людей приезжало випассаны были и вот сейчас только собрались сделать видео по вопросам, по ответам так что сейчас я послушаю вопросики которые от лица людей задаст Элина и попробую в своем понимании, своими видениями как-то на них ответить очень интересно почему вы, которые прошли в прошлый раз сухой длительный голод который длился более 40 дней но я в скобочках отмечу что это было 50 дней в этот раз почему вы решили быть на каскадном голоде можете назвать причину и что было лучше для вас причина банальна причина заключается в том что нами всеми движет это интерес если вам интересен какой-то процесс вы его исследуете в свое время я исследовал отказы с водой увеличивая сроки дошел до трех месяцев потом я заинтересовался сухим процессом дошел до 50 дней и что-то меня заинтересовало а что такое каскад когда люди чередуют отказ от еды и от воды с питьем или с едой думаю дай попробую потому что такого опыта у меня просто не было у меня был или опыт с водичкой или потом уже опыт на сухую ну и вот возник интерес я решил попробовать но обычно каскад делаю там какое-то определенное там пять дней например на сухую пять дней на воде я решил сделать такое чередование и чтобы было просто удобно отсчитывать временные отрезки я делал 9 дней без воды и один день пил и получилось в общем-то у меня 55 дней вышел я тоже в связи с обстоятельствами не по состоянию здоровья не по какому-то просадке по физическому плану просто тоже были випассаны, ретриты, общение с людьми и в таком состоянии все-таки когда много людей и особенно когда люди приезжают с города и ну то что называется довольно таки сильно фонят в таком состоянии честно говоря взаимодействие с людьми сложновато поэтому я начал уже выход где-то на 55 день хотя по ощущению по состоянию было очень легко и комфортно это вот вопрос как я себя чувствовал как там был какой вопрос ну что было лучше для вас что было лучше и там интересно и там интересно но конечно же с сухим в каскаде ну так было наверно все-таки немножко полегче с одной стороны но с другой стороны я помню что у меня было ожидание вот этого десятого дня и это немножко скажем так отвлекало когда я шел в чистый сухой то есть я о еде в воде вообще как бы переставал думать а тут все-таки нет нет на календарик посмотришь сколько осталось до питья когда я наполнял организм влагой и это не то чтобы отвлекало но я видел процесс в голове что ум цеплялся вот за этот десятый день но тем не менее он конечно давал ощущение когда я в этот день пил воду пил я где-то там литр полтора ощущение было как будто обычной жизни причем даже водой можно действительно наесться объесться поэтому я слишком много не пил но я и наполнялся и как будто начиналось все в общем-то сначала то есть следующий день я заходил опять на сухую но состояние было просто волшебное великолепное то есть буквально за день успевал восстановиться я это заметил еще когда выходил из длительных отказов от без воды и без еды я видел что достаточно попить один день и ты уже настолько восстанавливаешься что хоть начинай дальше сначала вот может быть из этого состояния у меня родился такой проект каскадного состояния своего мне было интересно я вот его воплотил в жизнь не знаю что будет дальше сейчас я не могу сказать интерес меняется как-то все это все время плавает от одного к другому состоянию поэтому сейчас я не могу сказать что будет дальше будет ли он вообще это дальше или не будет но это возникнет в процессе ну вот был вопрос сколько дней получилось как прошло какие особенности в принципе ты на него уже ответил там может быть особенности какие-нибудь добавишь ну наверное все таки особенности да то что это наверное легче но есть такое немножко вовлечение в то что ты будешь пить как бы ожидание такое ожидание оно всегда не очень хорошо чем что это как некое высасывание энергии когда мы что-то ожидаем часть нашего внимания направлено в это ожидания мы хотим приближения этого возникает некое условное такое будущее и в настоящем уже немножко сложнее удержаться хотя ты все проживаешь но ты видишь что часть ума твоя как бы начинает ожидать но по физическому плану тело восстанавливалось очень быстро конечно подскажите если не секрет как долго вы готовили тело к такому длительному сухому голоду я сейчас не могу вспомнить когда я начал именно на сухую я просто где-то наверное с 2006, 2007, 2008 года начал практиковать не помню сейчас точно эти даты поскольку редко туда ныряю опыты на отказе от еды но с водой и этому способствовало то что в одном из ретритов когда я находился без еды я получил очень интересные внутренние состояния переживания очень глубокие очень такие раскрытые меня это заинтересовало я начал это исследовать увеличивая продолжительность отказа от еды и постепенно когда это состояние мне раскрылось я увидел что голода вообще не существует что это все мыслительные формы ну и уже так подумал как бы посмотреть как это будет выглядеть на сухую потом я начал осваивать отказы без воды но тоже это все происходило постепенно когда я дошел до трех месяцев с водичкой я стал пробовать уже без воды но все это делалось постепенно все это делалось без какого-то ломки и что удивительно я сейчас так вспоминаю что наверное ни в каких вот этих отказах от еды и от воды во мне не присутствовал аспект страдания поскольку во-первых мне было это интересно я шел туда с радостью не как в мучение а как во что-то такое удивительное как в другое измерение понимал суть процессов и особо ничего не ожидал никаких там ни результатов ни рекордов то есть я просто находился в этом состоянии и вот это состояние вот этого интереса покоя внутреннего расслабления давало мне возможность идти туда не затрачивая энергии на какие-то страдальческие элементы и всегда в своих видео я людям говорю что если вы, не люблю слово мулановское, скажу голодаете и страдаете лучше прекратите это дело перестройтесь немножко почувствуйте что вы идете туда как не как мучение ну как на праздник скажем так тот же пост, который происходит в христианстве в других каких-то религиях это же, ну многие называют это аскезой, но в этот момент вы соединяетесь с источником какая же это аскеза соединение с источником? это нонсенс, это действительно какой-то праздник это ты идешь навстречу высшим силам через отказ от еды и там нет никаких мучений то есть наоборот, с каждым днем все тоньше, тоньше, вибрации все повышаются, повышаются и я ни разу не видел в этом страдания иногда бывали такие спады в состоянии физического тела, но это нельзя назвать ни страданиями, ни мучениями поэтому я никогда не мучился, и у меня все это проходило в таком очень красивом легком формате что вход, что процесс и также выход подскажите, пожалуйста, а зачем вообще кушать? есть ли смысл в еде? ну, смотрите, зачем задавать вот эти вопросы? то есть ты, задавая этот вопрос, вступаешь в отношения с каким-то человеком и желаешь получить от него ответ в моем понимании кушать, в принципе, не обязательно но это так же, как если вы останетесь абсолютно один и все перестанут вас замечать, вы перестанете всех замечать то есть исчезнет контакт с частью жизни поскольку нам источник дал пять органов чувств на физическом плане еще много органов чувств на тонких планах то вкусовые ощущения – это один из органов восприятия и кушать, да, кушать, есть, объедаться – это делать не стоит но вкушать, соединяться со вкусами, идти в это состояние взаимодействия с едой и вкусами это тоже общение с одним из явлений так вот мне нравится и в тишине находиться, но так же, когда поют птицы, шунит ветер мне тоже нравится это слушать я могу уйти в темный ретрит, ничего не видя, но так же мне нравится смотреть на зелень сейчас вот ландыши, там цветочки всякие тоже я взаимодействую через восприятие запахи, тактильные ощущения вот представьте, что вы всего этого лишились и один из проявлений нашего тела – это взаимодействие со вкусами но очень важно, чтобы эти вкусы были всегда в таком неком дефиците что ли чтобы не так, что захотел и сразу в рот что-то хомячишь сначала создается намерение – я хочу соединиться со вкусами мы это воспринимаем как голод, но попробуйте поменять я не хочу есть, я хочу соединиться со вкусовыми ощущениями и тогда вы увидите, что еда, которую вы будете употреблять, она тоже поменяется потому что попробуйте съесть что-то вареное, не усилив это какими-то внешними агентами соль, сахар, перец, специи какие-то это будет, в моем понимании, вообще гадость какая-то ну что там вареное? даже те же овощи, когда вареные, они совершенно теряют свой вкус те же крупы, которые едят как каши, тоже там люди и солят, и добавляют туда потому что сам вкус вот этого вареной еды, на мой взгляд, абсолютно или безвкусный, или какой-то невкусный и в то же время сырая капуста, морковочка, свеклочка, яблочко то есть обладает таким вкусом, что просто обалдеваешь мне нравится, я беру свеклочку, тонко-тонко так порежешь ее, маленькими прозрачными долечками во-первых, посмотришь на свет, это калейдоскоп какой-то, там такая структура проявляется понюхал ее, свежесть, закрыл глаза, укусил, почувствовал сок это медитация, это действительно соединение со вкусами но это не значит, что надо сделать себе тарелку с салата свекольного или еще какого-то и хомячить, смотря в телевизор, в телефон или общаясь это совершенно другой подход поэтому мое взаимодействие с едой, со вкусами идет на таком довольно-таки тонком плане и все, что ты ешь в таком формате, оно лучше усваивается нашим организмом потому что вы соединяетесь и со вкусами, и с самим продуктом вы чувствуете, как он проходит, напитывает вас но это уже процесс такой жизненной медитации не только это касается еды, это касается любых аспектов а можно более подробно и систематизированно раскрыть технику осознания тела, эмоций и мыслей? я думаю, что в этом видео вряд ли это получится поэтому я устраиваю семинары бипассан или отказы от еды в которых тоже это все исследуется просто на випассанах это идет более глубоко там меньше общения идет на семинарах по отказу от еды то есть все эти вопросы исследуются, общаются сейчас просто на это уйдет очень много времени и видео получится очень длинным и я не смогу тогда ответить на все остальные вопросы но тем не менее хочу что сказать что один из самых важных факторов это внимание внимание, осознанность и разделение себя как видящего и объектов видений то есть все что вы наблюдаете не является вами вы то что наблюдаете вот на этом принципе вы исследуете весь этот мир и также исследуете себя поскольку если у вас появилась какая-то мысль и вы ее видите, это уже не вы вы тот кто видит эту мысль но когда появляется тот кто видит эту мысль он тоже кем-то начинает наблюдаться и ваше внимание утончается, заостряется и вы как бы делаете еще такой шаг назад начинаете наблюдать того кто наблюдает видящего мысля но соответственно появляется следующий, следующий, следующий наблюдатель они все менее уловимые, все более тонкими но опять отстраивая свое тело через аскезы аскезы я имею ввиду практики йоги, отказов от еды, затихания внутреннего то есть ты начинаешь чувствовать все эти состояния более тонко и тогда твои мысли уже в голове когда она появляется там это просто как будто поезд проезжает представьте вы живете в лесу и вдруг какой-то поезд мимо несется вот такие мысли настолько громко ты их начинаешь замечать когда вы живете на железнодорожной станции вы этого практически не замечаете они у вас все время в голове и вы в этом формате живете но как только вы перестраиваетесь, от социума уезжаете в более тихое какое-то место, где-то поют птички, трава шерестит то вот этот грохот очень чувствителен и также с мыслями вы видите, что как правило наши мысли редко идут какими-то конструктивными моментами такими созидательными больше это или воспоминания или мечтания о чем-то а в этом формате вы не существуете, вы не живете как песня есть только миг между прошлым и будущим именно он называется жизнь то есть вы или ходите на кладбище прошлого или какие-то мечты иллюзорные но настоящий момент это вот есть вот эта жизнь потоковость такая вот через это состояние следуйте себя, этот мир, соединяйтесь, играйтесь в это я слышала информацию, что во время голодания и после него анализы плохие, так как идет активная чистка то, что они плохие, это не значит, что все плохо, а наоборот хорошо, организм очищается это так? это так, на начальных этапах, естественно, когда у нас зашлакован организм, там много токсичных веществ кто-то употребляет таблетки в виде химии и они откладываются в теле для кого-то не надо таблеток, им достаточно о чем-то плохо подумать это та же химия, когда у нас стресс, у нас меняется гормональный фон, это химия которая, кстати, тоже выводится очень хорошо на отказах на пищевых паузах и на начальных стадиях, да, могут быть плохие анализы, может быть плохое самочувствие вас может быть тошнить, язык обложен, вялое состояние ну, по сути, это состояние похмелья когда человек, извиняюсь за выражение, слишком много выпил, в кровь попадают токсины в виде этилового спирта и на следующий день организм начинает очищать это все я думаю, многие знают это состояние, этого не очень приятного и вы что делаете? или вы добавляете, то есть опять идете в еду или терпите но это похмелье постоянно проходит тело, кровь очищается, и вы чувствуете, начинаете себя опять человеком, опять в норме так же и здесь, при пищевых паузах, поначалу это все будет способствовать и анализы могут быть плохие, и самочувствие но постепенно, чем вы дальше туда идете и продлеваете вот эти пищевые паузы тело становится все чище и уже все эти заходы то есть это настолько легко то есть для вас эта пищевая пауза, это действительно как праздник какой-то вы уже ожидаете, когда вы отдохнете даже от этих минимальных вкусов когда вы с ними взаимодействуете почиститесь даже вкусовые вот эти рецепторы и потом вот я как раз, когда у меня было 50 дней, я делал через каждые две недели анализы ездил в Питер и они показали, ну, более-менее, да, там белок в моче, то есть какие-то факторы были но тем не менее остальные анализы были очень неплохие некоторые улучшились, какие-то немножко ухудшились плюс я делал электрокардиограмму сердца, УЗИ внутренних органов но решил там все проверять, как это происходит и в общем-то все показало, что все замечательно никаких патологических изменений не было ни на физическом плане, ни в моем самочувствии конечно, состояние оно очень сильно утончается и ты немножко так переходишь в фазу очень тонкого восприятия этого мира сейчас я просто вспомнил, когда я ехал делать анализы шла вереница машин и кто-то навстречку мне вылетел обычно, когда вам вылетают навстречку, вы как-то так сцепляетесь в руль, настораживаетесь, что делать а тут я видел, да, едет машина в лоб и я помню это состояние, когда я еду, думаю столкнемся, не столкнемся ну так это было очень размазано в легкой форме даже какой-то интерес был, чем это все закончится но не было ни испуга, ни шока, ни страдания в конечном итоге нормально разъехались и с таким же состоянием едешь дальше конечно, я всегда не рекомендую садиться за руль когда вы в пищевой паузе, особенно длительной и если вы чувствуете, что состояние такое не очень адекватное лучше этого избегать но у меня не было вариантов, поскольку я нахожусь где-то 200 километров от Питера здесь анализы сделать сложно, поэтому приходилось ездить в Питер но еще раз говорю, что так делать не стоит Марго, во всех вопросах есть благодарность за то, что ты делишься своим опытом и пожелания радости и процветания но я не буду зачитывать это все, буду зачитывать только суть вопросов как вы относитесь к теории слизи Арнольда Ретта? вы изучали опыт этого автора, описанный в книгах бесслизистая диета и лечение голодом и плодами как они на вас повлияли? каким выводом привели? ну, не знаю, к своему стыду или нет, я не изучал Арнольда Ретта я слышал, и структуру я понимаю что бесслизистая диета это очень неплохая вещь что плодами, ягодами и прочими вещами излечиваются многие болезни как и отказом от еды, от воды но саму книжку я не читал но я понимаю, что вареная пища вызывает довольно-таки много слизистых образований в теле и молочная продукция, и хлебобулочная и, конечно, этого делать не стоит то есть в этом я с ним согласен я не очень много читал книжек по отказу от еды вот взять того же Поля Брегга когда я начинал как раз свои пищевые паузы и немножко так не структурировался открыв его книгу и увидев, что он рекомендует пить только дистиллированную воду лежать поменьше, двигаться я сразу эту книжку отложил как-нибудь потом почитаю потому что в моем понимании было все совершенно по-другому потому что дистиллированная вода все-таки такая мертвая вода и попадая она вымывает и наши минералы и отказ от еды и движения это как два крыла у птицы то есть одно без другого будет вас разрушать поэтому когда вы отказываетесь от питания то есть двигаться надо обязательно другой аспект много двигается, здесь мало но тем не менее движение необходимо чтобы усиливался кровоток, лимфа двигалась то есть организм очищался поэтому двигаться и опять много людей пишут какие-то вещи какие-то соприкасались с этими вещами кто-то может быть что-то там иногда придумывает, надумывает ну будьте внимательны к той информации, которая поступает потому что часто изучая, скажем так, правдивость тех или иных авторов то есть ты видишь, что не всегда это соответствует действительности и конечно же лучший опыт – это прожитый вами опыт потому что отказ от еды – это очень индивидуальная вещь ну как и вся наша жизнь каждая жизнь проживает по-разному каждый отказ от еды тоже проживает по-разному даже каждый отказ одним и тем же человеком проживаются по-разному поэтому если вы будете ожидать от каких-то людей что они вам что-то подскажут в том числе и я у меня свой опыт и он неприменим, скажем так, ко многим из вас и даже сюда приезжают люди я нахожусь в нормальном состоянии я вижу как их плющит, колбасит, как их ломает я понимаю, что идут еще процессы а они, глядя на меня, говорят – ну как же так ты не ешь, не пьешь – все у тебя хорошо так это уже просто сформировалась другая микрофлора, другое отношение к этому состоянию поэтому по Арнольду Эрду по книжке ничего не могу сказать но я обеими руками за это близкое состояние к сыроедению, наверное я не хочу ни агитировать, ни наоборот критиковать какие-то виды питания на каждом уровне идет свой вид питания и очень хорошо, когда у вас что-то отваливается само собой не потому что там надо, или потому что там Эра сказал, или Марго там сказал вы чувствуете, что все вам это не интересно вы понюхали, попробовали вот когда вы что-то едите или с чем-то взаимодействуете смотрите тонко на свое внутреннее состояние насколько вам это надо или вы идете в какие-то излишества когда там пересолено, переперчено, переслащено и вы хотите по сути-то не еды но тогда поешьте соли, сахара или специи это будет в принципе аналогично поэтому на какой-то этап просто попробуйте побыть на живой еде, на сыроедении понравится? нет, можете опять волнами то есть побыли на сыроедении, перешли на вегетарианство побыли на сыроедении, перешли на вегетарианство по опыту жизни я что вам хочу сказать что отказ от мяса, от молока, от хлеба, булочных изделий вообще никак не влияет в худшую сторону в лучшую может быть да, но в худшую нет и когда я от варенки тоже отказался, она постепенно тоже отвалилась все это, все великолепно было и когда ты ешь великолепно, и когда ты не ешь великолепно то есть очень зависит все от твоего отношения, от мировоззрения и от тонкости восприятия этого мира Марго, замечено, что на сухих отказах вода приобретает горький вкус примерно на четвертый день есть подобное у вас? если да, то с чем это может быть связано? я не чувствовал, чтобы вода была какая-то горькая горькая не вода горькое то, что образуется у вас в ротовой полости поскольку у нас здесь есть лимфатические зоны и лимфа чистится и в том числе и через них то вот этот налет может придавать воде какой-то характерный привкус или горечь, или еще что-то у кого-то он горький, у кого-то бывает сладкий но вода, да, она может конечно обладать вкусом но вот опять, если начинаете пить после пищевой паузы раз уж вы начинаете пить, сначала очистите как следует ротовую полость сначала механически потом возьмите чайную ложку перекиси на пол кружки водички холодненькой и как следует прополощите то есть все бактерии, все эти, они просто исчезнут хорошенько прополощите рот, все это сплюньте и вот потом начинайте пить и вы скорее всего увидите, что там уже такой горечи не будет горечь скорее всего добавляет то, что у вас содержится во рту а там целый зверинец, целый зоопар, когда вы не чистите свою ротовую полость Марка, когда я делала шанг прокшалану второй раз, я не смог довести ее до конца началась рвота соленая вода была настолько противной, что процедура не получилась что вы посоветуете? но скорее всего или была взята другая соль или температура воды или количественное соотношение соли и воды я не знаю, знает ли автор этой записки я всегда рекомендую сейчас делать шанг прокшалану добавляю туда сок лимона то есть на 3 литра воды 3 столовые ложки соли желательно чтобы она была крупной я использую елецкую соль желательно не иодированная крупного помола мелкого не используйте и на 3 литра я делаю где-то пол лимончика выжимаю сок лимона добавляю в эту водичку пьется такая слегка горячая она и опять у каждого конечно свои критерии и кому-то может быть надо побольше соли если вы чувствуете, что она начинает как-то не так взаимодействовать с вами или кому-то поменьше но для себя ищите такой критерий если вы чувствуете, что идет рвота опять рвота может еще быть по какому показателю что у вас что-то не то в желудке или желчи много, или желудок требует вот этой очистки и в принципе когда вы делаете прокшалану и у вас идет рвота это вообще-то, честно говоря, бонус то есть вы перед отказом от еды еще и чистите ваш желудок потому что мне вызвать рвоту, когда я делаю перед заходом прокшалану очень сложно иногда невозможно если я выпиваю сразу залпом несколько кружек язык там чуть ли не в желудок вот этот рвотный рефлекс есть а вода не выходит поэтому если у вас есть рвота можете что сделать то есть почувствовали ее два пальца на улице или в туалете два пальца в рот на корень языка наклоняете, чтобы голова была ниже области таза и все устаравливаете после этого делаете небольшую паузу и после этого, как правило, легче пьется все вот это так что не отчаивайтесь, что у вас происходит рвота кстати, в некоторых рекомендациях к прокшалане там есть такое завершение процедуры когда вы просто вызываете рвоту это вполне нормально тем более, если вы заходите, например, на сухую рвоту желательно вызвать и даже, может быть, несколько дней подряд это делать поскольку потом, когда люди заходят на сухую и их начинает тошнить вот это самое плохое состояние потому что тут уже вы сделать ничего не сможете вырвать чистой желчью – это такое мучение, такой ожог будет у вас что лучше как бы прекратить, немножко дочиститься и снова зайти потому что рвать без воды – это занятие очень такое жесткое то есть, если вы чувствуете, что вас тошнит просто выпиваете побольше водички и все это опорожняетесь желудок у вас прочищается и не забывайте добавлять водички в воду лимонного сока она оттеняет вкус соли пьется намного легче опять-таки, после каждой кружки полощите рот водой чтобы не засаливались рецепторы то есть выпили кружечку, прополоскали, сплюнули пошли делать упражнения вот так вот, я думаю, у вас все получится что делать, если даже горячая вода с солью идет в мочевой, а не в кишечник делая прокшалана усвояемость воды всего лишь на 25 процентов да, бывают индивидуальные особенности когда вода начинает всасываться и опухают лицо опухает, руки, ноги значит, в этот момент или вы добавляете побольше соли делаете более концентрированную то есть, может быть, вы просто добавляете малое количество соли или это ваша особенность организма и тогда вам надо чиститься, ну, другими, может быть, средствами просто чем прокшалана лучше? что она абсорбирует, вытягивает на себя много токсинчиков но можно чиститься и какими-то слабительными веществами или касторовым маслом, или сеной, или фортеранцией все вот эти, я уже не помню, как они там называются, магнезии единственное, от чего я хочу предостеречь от чистки сейчас многие делают, ну, я увидел просто в интернете люди стали чиститься, делать прокшалану содой соль, в отличие от соды, она из организма все-таки выводится легко но сода, как химический агент, она имеет свойство оседать также в нашем организме если вы пьете по утрам пол чайной ложечки соды, ничего страшного но вы представьте, что когда вы выпиваете, пускай, 3 литра содовой воды то есть вам надо 3 ложки столовых соды взять не факт, что все это у вас выйдет, и как это сыграет на почки, на органы, неизвестно сода, она обладает ослабляющим эффектом ну, плюс понятно, что она щелочной эффектом тоже, который способствует но сода является хорошим также ослабительным но не факт, что она все-таки выйдет вся потому что соленая вода, она в кишечник не усваивается она солонее вашей крови и она остается в кишечнике ну, за исключением автора, который написал, что у него всасывание происходит сода, в отличие от соли, какой бы концентрация она ни была она все-таки может всасываться в кишечник и впоследствии могут быть не самые лучшие поэтому, ну, смотрите сами но я, честно говоря, к соде отношусь очень положительно и к содовым ваннам, и иногда попить соды можно и, кстати, те, кто отказывается от еды, но на воде и чувствуете какую-то слабость, вялость, недомогание можете просто попить соды, как правило это снимает эти симптомы и также не забывайте, те, кто употребляет соду, желательно ее гасить то есть вы, когда берете пол чайной ложки на стакан воды сначала наливаете кипяточек, она пошипела и потом добавляете уже холодненькой водички и слегка теплую выпиваете она слегка немножко так гасится и попадая уже в наш желудок, если там есть кислота там нет такого разбрызгивания, которое, когда кислота попадает на верхний сфинктер что может нарушить его работу Марго, делаешь ли ты клизмы на сухом? если да, то как часто? и когда ты пьешь воду в эти дни, ну, я так понимаю, приказ к этому голоданию не чувствуешь ли ты просадку по духовному состоянию? если чувствуешь, то как быстро восстанавливаешься? ну, клизмы на сухом делать не рекомендуется поскольку через наш кишечник происходит довольно-таки большое всасывание влаги если вы какое-то время провели на сухую кал такой у вас сухой, не выходит ничего но тем не менее накапливается почему он накапливается? поскольку у нас в внутренних органах слои эпителии кожного покрова они постоянно отслаиваются и потихонечку-потихонечку переходят к месту эвакуации и поскольку они там довольно-таки долго находятся они довольно-таки токсичное вещество но пока оно в таком более сухом состоянии оно не особо вас тревожит но если вы сделали клизму вы можете токсичное вещество разбавить просто водой и эта токсичность начнет всасываться поскольку вы находитесь без воды через кишечник всасывание будет происходить очень интенсивно поэтому если уж вы решили сделать на сухом клизму то делайте ее обязательно с солью то есть такая же концентрация как для прокшаланы и все это может произойти но я не сторонник вот этих вещей поскольку сухое это сухое на своем каскадном варианте я клизм не делал поскольку не видел в этом необходимости я клизму вообще не очень люблю знаю, что многие часто этим занимаются поймите, что когда даже в жизни на слабительных сидите, на клизмах наш кишечник становится ленивым есть такой синдром ленивого кишечника когда вы за него делаете всю работу он говорит, а зачем я это буду делать? и постепенно перистатика хромает без слабительных или без каких-то клизм вы просто не сможете сходить в туалет поэтому лучше больше двигайтесь делайте массаж живота и все будет у вас великолепно сколько воды ты пил на десятый день? ну, где-то литр-полтора мне этого вполне было достаточно и хочу поскольку это получался такой мини-выход то есть 9 дней на сухом и десятый пью водичку всегда начинайте пить водичку когда вы пьете стакан или полстакана воды не залпом пейте то есть вы делаете глоточек и этот глоточек рассасываете чтобы он начал всасываться у вас еще в горле то есть стакан воды выпивается где-то 5-10-15 минут через час там можно выпивать уже следующий так же медленно рассасывая чтобы организм постепенно наполнялся этой влагой а не потоком шла потому что если вы выпьете залпом 2-3 стакана воды после там даже 9 дней сухого вас может такое так повести то есть это как после нееды вы наелись пирожков или булочек или что там еще едят и у вас тоже состояние будет не самое позитивное обязательно ли на выходе из сухого начинать есть? или можно при выходе только пить? и перейти на водное голодание через пару дней? вообще это самое оптимальное если вы были на сухом то лучше какое-то время побыть еще на воде не сразу переходить на еду поскольку если вы сразу начнете переходить на еду то организм уже забыл что такое всасывание питательных веществ через питание но он также практически забыл что такое всасывание воды поэтому конечно день-два желательно побыть на воде и можно даже еще и продолжить побыть на водном отказе от еды это тоже в общем-то идет хорошее вымывание и потом уже начинаете добавлять жидкую еду то есть смузи какие-то которые будут включать, запускать процесс питания и такая рекомендация старайтесь не делать выходы на вкусных продуктах лучше все-таки чтобы они были менее вкусными там капустные смузи что-то такое поскольку очень часто ум очаровывается вкусами и хочет все больше 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 и вы срываетесь на капустном смузи сложно сорваться если вы его сделали даже если вы там побольше его выпили но ничего страшного не будет поскольку там калорийности очень мало поскольку процессы питания, усвоения идут такие тоже довольно-таки медленно поэтому старайтесь выходить на продуктах не обладающих яркими вкусами особенно когда люди начинают выходить на свежевыжатых соках и не разбавленных даже водой часто такие вещи заканчиваются что начинается очень сильный жор и потом уже соки пошли, яблочки пошли, пирожки пошло и поехало и на этом все заканчивается сам отказ от еды это довольно-таки легкая процедура но для многих именно выход связан с таким риском срыва иногда люди сюда приезжают как раз выйти поскольку здесь нет ни магазинов у нас, ничего то есть вот Элина дает им дозированное если человек не может справиться сам поэтому уделяйте выходу больше внимания чем самому отказу от еды Марго, расскажи, насколько сократился сон? ох уж этот сон ну, смотрите, на сухом… да, в начале сна… сон начинает уходить и доходит до того, что вы или вообще переставите спать или спите где-то там по 20-30 минут и иногда на психологическом уровне вас это немножко, так скажем, высасывает раздражает, потому что вы привыкли спать, а тут этого сна нет хотя энергии по сути вас хватает почему вы не спите? да у вас столько энергии, что вам просто этот сон не нужен но потом, когда вы осваиваете эти длительные отказы от еды и от воды опять по своему состоянию я что увидел? что сон стабилизируется и когда я дошел, наверное, дня где-то до 20-го да, у меня были вот эти бессонные ночи кстати, бессонные ночи – великолепное состояние в это время можно помедитировать, чем-то позаниматься то есть вам дополнительно дарится какой-то временной отрезок потом я увидел, что сон у меня как у ребенка что с едой, что без еды без еды, конечно, сна поменьше становится и без воды ну, где-то все мои показатели по колечку показывают, что где-то от пяти до семи часов иногда там четыре часа кстати, кто-то спрашивал, что это за девайс это аура как-то, оура называется и в том числе он показывает, сколько ты спишь какие фазы сна, когда засыпаешь, когда просыпаешься сколько во время сна ты раз пробуждаешься какие показатели и что я хочу сказать что даже по нему показатели, когда я начинаю есть, у меня немножко ухудшаются то есть без еды они намного лучше уменьшается пульс, уменьшается температура, уменьшается количество дыхания то есть организм переходит в более мягкое состояние даже небольшое количество пищи все-таки немножко влияет и, как я вижу, по тем графикам, которые выдают на телефоне немножко похуже Марка, последний вопрос, который бы я хотела тебе задать он уже не совсем связан с отказом от еды, от воды как ты думаешь, существуют ли законы, по которым строится бизнес? и чем они отличаются от законов, по которым строится семья? ну да, тема немножко совсем другая, но тем не менее я не бизнесмен сразу скажу и то, что пришло сейчас сразу в науку, что увидел, то я как-то немножко постараюсь озвучить ну, в моем понимании все-таки закон бизнеса – это, наверное, все-таки обман поскольку бизнес что? где-то подешевле купил, где-то подороже продал понятно, что ты затрачиваешь на это какие-то ресурсы но тем не менее ты обманываешь человека вместо того, чтобы сказать, что иди туда и купи там дешевле ты, может быть, снять за это деньги то есть ты предоставляешь продукт, который по цене, скажем, стал больше и в наше время, в молодости моей, спекуляции считались спекулянтами, валютными спекулянтами то есть что? покупали доллары за одну цену, продавали их по-другому или покупали джинсы по одной цене, продавали их по-другому то есть раньше их называли спекулянтами это было очень отрицательное явление сейчас это стало бизнесом способом зарабатывания денег в общем-то все стало нормально но опять это в моем понимании что бизнес все-таки он больше… ну, это так очень условно что не хочу никого обидеть, конечно но все-таки мы как-то немножко лукавим даже те же магазины это тоже бизнес где-то на базе они покупают по одной цене ну, продают по-другому понятно, что можно сказать что человек может поехать на эту базу и многие так и делают, затариваясь в этих вещах но смотрите в чем дело что продукт, который стоит очень незначительное количество денег проходя все вот эти бизнес-операции в конечном итоге чуть ли не в десять, в сто раз может увеличиваться в своей цене так же услуги людей, которые занимаются вот сейчас стало очень много я их называю бизнес-будды то есть люди, которые проводят ретриты, семинары за такие в общем-то очень большие вознаграждения и психологи или еще кто-то то есть у них час их времени стоит полосальное количество денег все-таки мне кажется, что как-то края немножко надо видеть и поймите, что законы кармы они все равно работают и там где вы побольше хапанули где-то вам придется от себя немножко отстегнуть в каком формате это будет происходить никто не знает иногда это может происходить очень болезненно и вы говорите за что мне это все а иногда просто надо вспомнить, что где-то вы к этой жизни относились может быть не очень честно не факт, что в этой жизни может быть вы там были ростовщиком в прошлой жизни и в этой жизни вы пожинаете какие-то плоды но закон кармы это уже немножко другая специфика об этом мы здесь общаемся в другом немножко формате а закон семьи я думаю, что это строится все-таки на любви но опять, насколько я вижу, что очень часто сейчас смотрите, стали брачные договоры заключаться это уже бизнес я не думаю, что очень крепкие семьи которые перед тем как соединиться заключили брачный договор что в случае развода это отходит тебе, это мне то есть люди уже как бы делают себя отступного что они не идут как влюбленные люди в омут с головой они все-таки уже так прагматичны в этом состоянии и конечно там любви как таковой нету вообще то, что касается энергии любви мы часто за любовь принимаем абсолютно не то что этим состоянием называется и любовь как состояние это все-таки очень тонкое духовное состояние но любовью мы называем и любовь к человеку и любовь к сексу и любовь к еде то есть я люблю эту еду то есть я хочу ее съесть любовь к вещам любовь к деньгам кто-то любит убивать и идут там воевать кто-то любит политику то есть это уже немножко не тот аспект и конечно же когда соединяются два существа и то что называется образуется семья и они могут сначала идти из любви это может как гормональный уровень работать это может быть как внешний посыл то есть мне нравится чья-то внешность иногда женятся там на кошельках там на каких-то но лучше всего когда у вас состояние такой любовной дружбы что ли то есть никто ни от кого ничего не ожидает никто никого там не ревнует поскольку вы держите вот эту любовь на открытой руке а мы что делаем мы то что к нам попадает мы пытаемся сжать вот представьте что любовь это бабочка которая летает и она опускается вам на руку что вы с ней делаете ей можно только любоваться потому что если вы ее сжали это мое все бабочка мертва и также когда вы любовь пытаетесь сжать и удержать она исчезает, она умирает почему вы сжимаете? потому что вы боитесь вы боитесь ее потерять а любовь и страх это как свет и тень как свет и темнота они в одном пространстве существовать не могут поэтому конечно если вы идете в семью то сначала отстройте свое состояние посмотрите насколько вы боитесь потерять человека не боитесь ли вы доверяете насколько действительно вы любите а не думаете что вы любите поэтому хотя бы отношения выстраиваются на дружбе когда вы с противоположным человеком дружны и вам очень хорошо вместе потом это может перерасти в более тонкие ощущения доверия когда вы идете в одном направлении потому что кто-то может идти в духовность кто-то в бизнес и у вас могут быть разветвления может быть вы идете в одном направлении но на разных частотах то есть кто-то выстраивает какие-то для себя внутренние миры кто-то идет в бизнес духовный скажем так иногда это все переплетается это игра это игра жизни это очень красиво это очень интересно но очень важно чтобы ваша любовь не вешала ни на кого ошейники потому что представьте что кто-то вас любит заковал вас в ошейник и говорит так все ты теперь мой никуда не уходи приятно ли вам будет то же самое мы делаем с другими людьми но это тоже аспект не питания это тоже отдельный такой разговор вот то что был вопрос я как-то немножко на него ответил буду с вами прощаться не знаю когда будет следующее видео но наверное когда-нибудь будет я как-то не очень люблю сейчас честно говоря снимать вот эти видео все это выкладывать настолько вот чистое существование без соединения с сетями с какими-то с ютубами и прочими все-таки мне нравится больше живое общение с людьми когда ты общаешься и видишь не вот этот объектив а ты чувствуешь от сердца к сердцу это больше идет общение может идти даже и без слов слова это так это как ложка для еды то есть вкусы, запахи чувствуются от еды если вы увидели на экране тарелку с какими-то продуктами вы не насытитесь вам надо приблизиться к этим продуктам соединиться с ними также и общение можно конечно и через экран мониторы что-то передавать но тем не менее когда идет более плотный контакт более тесное взаимодействие уже через и вербально или на тонких планах это вас насытит тогда вы почему люди ездят по мастерам то есть читая книги смотря там сатсанги по видео все это конечно хорошо и на какой-то момент нужно но настоящее учение настоящую какую-то свою внутреннюю трансформацию вы получите только когда будете взаимодействовать с людьми не обязательно гоняться становиться будда-хантерами охотниками на будто а у этого побыл у этого ну просто чтобы это было легко, свободно но тем не менее живое общение оно очень красивое поэтому все-таки я советую общаться с людьми то есть не только сидя на диване и через монитор как-то воспринимать этот мир к нему надо прикасаться как вы там озеро как вы сейчас к нему прикоснетесь вот я сейчас пойду и окунусь я с ним соприкоснусь действительно но вам остается только посмотреть, полюбоваться поэтому живите не только за экранами вот этих телевизоров ваших телефонов, гаджетов существуйте соединяйтесь с природой с собой с другими людьми это и есть жизнь а жизнь за стеклом это клетка выходите выходите на улицу я не знаю, коронавирус кончился или нет но все равно выходите дышите воздухом гуляйте в парках купайтесь сейчас лето, погода прекрасная пошли овощи, фрукты наслаждайтесь этим наслаждайтесь, но не развращайтесь этой жизнью что такое бизнес это тоже такой элемент развращения что сначала вы поимели три копейки с кого-то потом вы говорите о, три копейки мне мало, мне надо три рубля усиливаете свои цеплялки а потом мне надо три тысячи там три миллиона, три миллиарда аппетиты растут то же самое с едой то есть обычная простая скоромная еда которая может вас насытить вы хотите ее разнообразить появляется такая кулинария побольше вкусов, побольше сервировки то, что можно просто взять огурец и съесть вот вам надо в ресторан приходишь там этот огурец порезанный политый вот бизнес тот же огурец, который стоит 2 копейки вам это блюдо за 300 рублей продадут поэтому старайтесь быть открытыми честными с собой, с миром и все у вас будет хорошо так что всем желаю любви, понимания, радости жизни экспериментируйте, исследуйте но без фанатизма всегда чувствуйте и себя, и пространство чтобы это не было каким-то таким жестким форматом не страдайте в этом радуйтесь в тех аскезах, которые вы совершаете чтобы они приносили вам радость, а не страдание тогда у вас трансформация будет идти семимильными шагами всем любви, понимания, до новых встреч